всем привет 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 это я захотелось мне очень очень сильно захотелось делать бусики вот и поэтому я отобрала вот такие материалы в общем это оранжевые бусины с браслетов которые я срезала ой разрезала вы также есть у меня одна вот такая бы бусинка под гавлеиц вот такая вот она о на скосым отверстием не знаю может понадобится посмотрим есть у меня вот такая одна оранжевая бусинка вот такая вот вроде как эмалька так ну вот эти оранжевые бусины с браслетов это понятно значит есть у меня Вот такие камушки, это натуральные камушки, не знаю, наверное, какой-то сердолик. Вот тут есть несколько оранжевых камушков и несколько таких вот камушков с оранжевыми прожилочками. И два с зелененьким, но мне они не понадобятся. Вот такие камушки, малюсенькие, это тоже я срезала с какой-то футболки. Так, есть у меня парочку вот таких стеклянных 8 беконусов оранжевых. Один коричневый затесался, но это такое дело. Вот их здесь в количестве 7 штук. Ну, посмотрим. Может быть, тоже понадобится. Так, а также у меня есть целый набор вот таких вот. Это с Алиэкспресс, я покупала, это, конечно, не набор, я покупала разные бусы, разные браслеты и компоновала то, что хотела. Вот, есть вот такие бусы, ну, цепочка, да, с вот такими подвесочками. Здесь три вот таких шарика разного диаметра. Вот. Захотелось мне это все дело совместить в одном украшении. Так, есть вот такие, вот здесь два, большой поменьше. Есть вот такое, это я делала такое украшение, то есть вот это была просто бусина. А, нет, это не бусина. Ну, в общем, здесь с одной стороны было за что прицепиться, а с другой стороны я цепляла колечко. В общем, вот такое у меня получилось украшение. Так, это вот такой красивый шар, он был на коротенькой цепочке. Я его надела на длинную цепочку. Шар классный, красивый, тут много отверстий, куда можно протянуться. Ну, не знаю, посмотрим, использую, не использую. Так, есть вот такой браслет. Вот. Они здесь такие коннекторы кругленькие, с двух сторон у них есть бейлики. Или даже не знаю, как это назвать. И они соединены на колечки. Ну, и на конце два таких вот только с одним бейликом, подвесочки. Ну, и вот такие серьги есть у меня здесь тоже по два шарика. Один больше, один меньше. Ну, и также есть у меня вот такой браслет. Я его тут гнула, разгибала, перегибала. Он такой немножко кривенький. Но на нем тоже есть вот такие шарики. Тоже они один больше, один меньше. Практически одинаково. Ну, и так живут у меня. Тоже браслет. Я уже тут его надела и хожу. Я его очень люблю. Я его любила. Носила часто. Его нужно протереть тряпочкой, а то он здесь уже потемневший. Все вот это хорошее посеребрение. Такое хорошее посеребрение. Ну, в общем, я приступаю. А что у меня получится, я вам, конечно же, покажу. Всем привет, привет, привет. А у меня новый комплект родился. Так как-то нечаянно. Так как-то неожиданно. Ну, в общем-то, захотелось мне сделать бусики. Такое желание было непреодолимое. Ну, в общем-то, я не стала сдерживаться. И, в общем, хотела бусики, а получился сатуар. Использовала все материалы, которые я отложила для этого, которые я приготовила, я показывала. Ну, в общем-то, получился у меня вот такой сатуар. Сейчас я вам его покажу. Вот так покажу. Вот, а потом будете смотреть подробнее. Вот, в общем, вот так. Вот такой получился у меня сатуарчик. Вот так, от него получился браслет. Ну, о браслете потом поговорим. Так, в общем, были у меня некоторые украшения, которые я заказывала на Алиэкспресс. Были у меня некоторые бусины, которые я покупала здесь на барахолке, браслеты. Ну, и, в общем-то, решила я все это дело совместить. В общем, совместила я это все вот таким образом. Две больших бусины в обрамлении вот таких вот коннекторов, кругленьких, посеребренных. Потом бусины, вот их два таких фрагмента. Они более маленькие, эти бусинки. Вот они тоже в обрамлении таких вот, таких же коннекторов от браслета. Вот такие круглые бусины. Ну, вот такие вот бусины вот такой формы. Все это я соединяла на восьмерочке, которые я заказывала с Алиэкспресс. И использовала шапочки, которые я тоже покупала на Алиэкспресс. Шапочки очень красивые, они похожи на капельное серебро. Они, конечно, не такие белые, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Вот. Планировала я сделать короткие бусы, практически чокер. Но, так как у меня случился трабл с одной из бусин, которую я хотела повесить в центре, я использовала вот этот вот элемент от браслета. Я его использовала как коннектор. Здесь, с обратной стороны, есть такие вот кольца, которым я, собственно говоря, и прицепила бусы. Я планировала его повесить вот так. Или вот так, то есть в длину. Но он не плоский, а он такой немножко выгнутый, потому что это все-таки элементы браслета. И смотрелось это некрасиво. Здесь вот такая оранжевая, оранжевая малечка. Она очень хорошо подходит к этому всему делу. Вот. И получились у меня вот такие бусы, которые я решила удлинить. Удлинила я их цепочкой. Я показывала это украшение. Вот, что-то у меня тут. Я показывала это украшение. Это украшение было с монетками. Я подозреваю, что это тоус. Ну, в общем, вот так. Вот. Поставила я здесь на восьмерочку вот это колечко. Ну, не знаю, захотелось мне его поставить. Вот. Была у меня одна бусина. Она с таким вот отверстием, которое идет немножко по диагонали. Я ее использовала как украшалочку. И была у меня одна коричневая. Она оранжево-коричневого цвета бусинка. В общем, я ее тоже сюда повесила как украшалочку. Ну, жалко было ее оставлять одну, потеряется где-нибудь. Ну, вот. А так я ее использовала. Вот. Теперь. Ну, кисточка или галстук. Я даже не знаю, как назвать это. У меня были камушки, были оранжевые бусинки, стеклянные биконусы. Ну, в общем-то, я собрала это вот таким образом. Здесь тросик. Вот. Я подсоединилась, законнектилась вот к этим кольцам на коннекторе. Вернее, на элементе от браслета. И сделала вот такой немножко асимметричный набор бусин. В общем, вокруг камушков я поставила крошечные-крошечные шапочки. Потому что, ну, оно так сливалось все воедино. Оно оранжевое. Я подозреваю, что это сердолик. Вот. Даже один был такой немножко зеленоватый камушек. Но он все равно сюда вошел. У меня другого не было. Вот. Здесь я начинала с камушка вот эту веточку. Она чуть длиннее. А здесь я начинала с бусинки. И она чуть-чуть короче. Вот. Все это дело я закрыла бусинками вот такими укрывными. Ну, и дальше уже вот на пинах я сделала такие же элементы, как здесь. И вот такие же коннекторы. Только тут коннекторы двойные. Ну, с обеих сторон я имею в виду колечко. А здесь вот с одной стороны. Ну, в общем, получился у меня вот такой татуарчик. Мне лично нравится сидеть там хорошо, удобно. Мне очень-очень понравилось. Ну, в общем, вот такой получился сатуарчик. Сатуар-галстук. Ну, а дальше браслет. У меня стояла дилемма. Сделать браслет или сделать сережки? В общем, решила сделать браслет. Почему? Потому что, во-первых, эти бусины, они тяжелые. А если еще и подсоединить вот эти коннекторы, то они совсем тяжелые на уши. Поэтому я решила сделать браслет. Кроме того, у меня оставалась одна бусина. Я уже говорила, она с траблом. Она у меня нечаянно упала. И отбился вот такой кусочек от бусины. Ну, я решила все-таки ее использовать. Я ее покрасила. Вот это место убоя. Отбоя. Я покрасила в оранжевый лак. Ну, и мне нужны были коричневые такие вот цяточки на нем. Я его немножко присыпала кофер молотым. Вот. И дальше вот такие у меня коннекторы были. Я тоже думала, что с ними сделать. То есть обрезать вот это колечко и надеть это бусины проставочное. Вот. А потом все-таки переиграла и сделала вот таким образом. Мне показалось, так браслетик будет более интересным. Вот с такими висючими коннекторами. Вот. Для того, чтобы коннекторы хорошо встали и не мешали, и бусины эти были так более видны, я поставила по две маленьких проставочных бусинки. Это пластиковые бусины. Они под серебро. Ну, и как видно, да, я все это надела на мемори проволоку. Вот. Удлинила я его вот такой цепочкой. Вот. Такой цепочкой. У меня еще кусочек остался. Может быть, для чего-нибудь понадобится. Ну, и повесила вот такой. У меня остался один коннектор. Вот такой. Вот. Вот такой. Их было три. Ну, вот один я сюда повесила в качестве украшалочки. Ну, а с этой стороны просто замочек. Замочки я использовала одинаковые. В браслете и в бусах. Вот такое сердечко. Вот. В общем, вот такой. Сюда я не стала ставить. Сюда я не стала ставить вот такое колечко. Я не знаю. Может быть, я его тоже уберу отсюда. То я еще подумаю. Не знаю. В принципе, хорошо же застегивается и за это колечко. То есть, никаких проблем. В общем, я не знаю. Я подумаю. Вот. Вот такой браслет. Он довольно-таки фривольного размера. То есть, он от огромного до самого маленького, какой только можно придумать. Ну, в общем, браслетик смотрится интересно. На руке я потом, конечно, сниму видео и покажу, как все это дело смотрится. Эти коннекторы такие подвижные. Они, ну, придают шармам. Мне понравилось. Вот. Здесь же, здесь же, я не стала ставить цепочку удлинительную. Ну, то есть, вот эту делать короче, а сюда сделать подлиннее. Почему? Потому что мне же не всегда хочется носить именно длинный садуар. Хочется иногда и короткий. Ну, и вот, когда его делаешь вот таким вот образом, то вот эта штуковина, вот эта штуковина, она смотрится просто как завлекалочка. Просто как украшение. Очень красиво. Мне, мне лично очень нравится, когда так. Ну, в общем, вот такой получился садуар с браслетом. Без сережек. Сережки, может быть, если у меня появятся оранжевые бусины, другого немножко типа. Вот. Или хотя бы вот такие маленькие. То есть, они полегче. Ну, в общем, в общем, не знаю я, как с сережками, но я не всегда ношу сережки. Я считаю, что тут и двух этих элементов достаточно. Они яркие, очень яркие за счет того, что вот эти элементы очень светлые такие, прямо блестящие, яркие такие. Поэтому мне не очень хочется еще что-нибудь яркое в уши надевать. Оно, когда на шее и на руке, оно не привлекает прям такого сумасшедшего внимания. Вот. Вот такой получился комплект. Комплект я назвала Сахара. Ну, во-первых, по цвету. Ну, во-вторых, мы пережили сейчас в Испании одну из самых страшных и сильных, интенсивных волн жары. Вот, она стоит на третьем месте, считается, несколько последних лет. Ну, во-вторых. Да? Да. Ну, во-вторых. Ну, во-вторых. Ну, Along. Мяха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok